Компьютерная индустрия давно уже стала бизнесом с многомиллиардным оборотом, и как и в любом бизнесе, производители стараются умалчивать о слабых сторонах выпускаемой продукции, а пользователи, неискушенные в IT, рискуют купить хорошо разрекламированные, но отнюдь не лучшие комплектующие за свои деньги. И сегодня мы поговорим о самых популярных методах обмана пользователей со стороны акул-маркетинга. Начнем с теплопакета процессоров, который больше ни о чем не говорит. При выпуске любого процессора, что AMD, что Intel указывают значение его TDP. Думаете, что это максимально возможное тепловыделение данного CPU? И что Core i9-9900K действительно можно охладить кулером, рассчитанным на 95 Вт? Как бы не так. Его тепловыделение даже без разгона может уходить существенно за сотню. С процессорами от AMD аналогичная ситуация. Теплопакет Ryzen 7 3800X составляет 105 Вт, а на деле под серьезной нагрузкой он может потреблять и все 150 Вт. Зачем так делать? Вполне понятно. Показать пользователям, что выпускаемые процессоры холодные, а потом в углу приписать, что TDP оказывается это значение тепловыделения, полученное в условиях сложной нагрузки определенной Intel. Так что при выборе системы охлаждения руководствуйтесь тепловыделением из обзоров, а не с официального сайта производителя CPU. Ну и раз мы начали говорить про процессоры, еще один достаточно старый маркетинговый прием — это частота в Turbo Boost. Откроем, например, спецификации того же Core i9-9900K. Что мы видим? 8 ядер, частота до 5 ГГц. Ставим такой процессор в плату и начинаем играть. Какую частоту мы увидим? Скорее всего это будет 4,7 ГГц. Более того, далеко не факт, что получится достичь стабильных 5 ГГц в разгоне на всех ядрах без перегрева. Почему так? Да потому что производители стараются не афишировать, что указанные ими максимальные частоты верны лишь при работе одного ядра, что в современных реалиях не встречается практически никогда. У AMD с Ryzen 3000 все еще веселее — если у Intel все-таки большинство CPU способны работать на максимальной Turbo Boost частоте на всех ядрах — в нетребовательных приложениях типа игр — то CPU на архитектуре Zen 2 не всегда и на одном ядре достигают указанных в спецификациях высоких частот на уровне 4,5-4,7 ГГц, а разгон зачастую останавливается аж в полу ГГц от красивых циферок на официальном сайте. Так что при выборе процессора не стоит смотреть не только на TDP, но и на максимальную частоту — реальные значения этих величин можно узнать лишь из обзоров и тестов. Теперь поговорим про вентиляторы. Тот же Zalman очень любит использовать лопасти вентиляторов в виде акульих плавников. По их словам, это позволяет снизить турбулентность воздушного потока, что приводит к повышению его скорости и снижению уровня шума и вибрации. Однако на деле другие компании выпускают вентиляторы без этих изысков и шумят они, зачастую даже меньше. Я не буду вдаваться в аэродинамику, потому что найдется дотошный подписчик, который раскопает какую-нибудь разработку нацистов. И аналогичной маркетинговой мишуры у других производителей тут хватает — к примеру, уникальный 6-полюсный моторчик вентилятора для уменьшения вибрации у BeQuiet меня улыбнул. Поэтому следует запомнить лишь три важных параметра. Это шум, воздушный поток и коннектор. Первый, очевидно, желательно, чтоб был минимальный. Второй — наоборот. Ну а коннектор лучше всего иметь 4 пин, чтобы управлять оборотами вентилятора из BIOS. Теперь поговорим про видеокарты, а именно разогнанные их версии. А у меня разогнанная видеокарта, звучит, конечно, круто, и производители, разумеется, будут потакать желанием пользователей. Дескать, зачем вам разгонять видеокарты самим, мы все сделаем за вас. Но с вас, конечно, потребуем за это дополнительную денюжку. Причем обычно переплата небольшая — в районе 500-полторы тысячи рублей. Казалось бы, почему бы и не отдать такую сумму за разгон из коробки? Да потому что разгона как такового не будет. Возьмем, к примеру, Asus ROG RX 580 — оверклок-версия стоит на 500 рублей дороже. Но какова прибавка в частоте? А она целых 20 МГц или полтора процента. С учетом того, что на высоких настройках графики в Full HD вы, скорее всего, получите на такой видеокарте около 40-50 FPS — прибавка в полтора процента не даст вам ни одного лишнего кадра в секунду. Более того, ручной разгон даст вам результат значительно лучше. С такой системой охлаждения вам покорятся частоты на уровне 1450 МГц, что на 100 МГц или 7% выше базовой, а это уже докинет лишних 3-4 FPS. Так что если есть выбор, не тратьте деньги на маркетинговые OC-версии видеокарт. Лучше потратьте эти 500-1000 рублей на лучший блок питания или ОЗУ. ОЗУ DDR4-3200, а может сразу 3600 МГц и лучше даже 4000, ведь это рекомендуют производители памяти. Продажи постоянно появляются высокочастотные комплекты ОЗУ по заоблачным ценам. Зачастую за 16 ГБ DDR4-4000 двумя плашками просят порядка 12 тысяч рублей, что очень немало. Разумеется, тут же возникает вопрос — это же отборная память, поэтому и такая цена. Что не так? Все просто. Заходим на сайт того же Kingston и видим, что он рекомендует память с частотой до 4000 МГц для достижения большего FPS. Однако тесты говорят иное — производительность поднимает не частота, а комбинация ее с задержками. В итоге получается, что DDR4 на частоте всего 2933 МГц, но с достаточно низкими задержками CL14 оказывается быстрее DDR4 на частоте 3600, но с большими задержками CL16. При этом стоит понимать, что продающаяся сейчас в России DDR4-4000 имеет задержки на уровне аж CL19. Так что в играх, да и зачастую в рабочих задачах она будет хуже хорошей DDR4-3600 CL15, которая стоит ощутимо дешевле. Не гонитесь за маркетинговыми частотами, а лучше в обзорах и тестах узнаете — оптимальное сочетание частоты и таймингов ОЗУ для вашего процессора. И кстати, многие маркетологи считают, что в топовом игровом ПК должно быть 32 ГБ оперативки, а лучше — все 64. Производители топовых игровых ноутбуков любят ставить в них несколько десятков ГБ ОЗУ, да и сборщики дорогих компьютеров от них не отстают. Так что складывается впечатление, что 16 ГБ сейчас — объем ни о чем, так на средних настройках поиграть. Однако стоит зайти на странички современных тяжелых проектов и посмотреть рекомендуемые системные требования. Control — 16 ГБ даже для трассировки лучей, Battlefield 5 — аналогично. Конечно, можно сказать, что когда-нибудь появятся игры, которые будут требовать уже и 24 или даже 32 ГБ. Ответ тут прост — ПК на то и есть ПК, чтобы его апгрейдить, так что понадобится больше памяти — купите и поставьте. А пока лучше потратите эти деньги на улучшение других компонентов. А зачем тогда производителям ставить в ПК 32-64 ГБ ОЗУ? Ведь можно их убрать и продавать компьютер дешевле, что увеличит охват аудитории. Все просто — если вы берете компьютер за 150 тысяч рублей, вы 155 заплатите, а из этих лишних 5 тысяч рублей производитель потратит на больший объем ОЗУ, например, всего 4 тысячи, а остаток положит себе в карман. Поехали дальше. Материнские платы — это ворох маркетинговой лапши. Материнки являются тем компонентом ПК, где у производителей есть практически полная свобода выбора, и уж маркетологи тут изгаляются как могут. Возьмем для примера среднеуровневую плату MSI Z390 Gaming Pro Carbon название уже, да, о чем-то говорит, и посмотрим на ее основные компоненты. Сразу в глаза бросаются два разъема Intel Turbo USB 3.1 2-го поколения. Вы уже чувствуете эту мощь, правда? На деле это обычный 10-гигабитный порт USB, который большинству пользователей банально не нужен по причине отсутствия столь быстрой подключаемой по нему техники. Дальше больше. Игровой — кожух портов ввода-вывода. Прям так и видно, как его наличие увеличивает FPS на 10%. Не могут не радовать позолоченные аудиоразъемы. Хоть что-то в доме у меня будет позолоченное. В Hi-Fi аудиотехнике их наличие понятно, но в игровом ПК это просто маркетинг и не более того. Технология DDR4 Boost с усилением Street Armor. Прямо хочется верить, что дешевая DDR4-233 на этой плате разгоняется до 4000. На практике же разводка линии КЗУ от платы к плате различается не сильно и разница в частотах при разгоне редко достигает хотя бы 100 МГц. Ну и конечно же в наличии металлизированные слоты ОЗУ. А вдруг модуль весом в сотню грамм выломает почти 300-точечный слот? Правда? А как вам такое? Порты Turbo M2 с Shield Frozer. После этого они даже уже не удивляют, да? Так назвали обычный NVMe M2 и алюминиевый радиатор к нему. Причем у верхнего почему-то нет, видимо все деньги на маркетологов ушли. Ну и вишенка на торте Audio Boost 4 со встроенным усилителем. На деле это обычная встроенная аудиокарта от Realtek. В принципе качество выдаваемого ей звука большинство пользователей устроит, однако простейшая аудиокарта за пару тысяч рублей будет существенно лучше. Как видите, мы только начали смотреть описание материнской платы, как уже снимаем лапшу килограммами с ушей. Так что на деле да помогут вам обзоры, именно в них вам расскажут, как на конкретной материнской плате гонятся процессоры и память, хорошее ли там питание CPU и насколько хорошо или скорее плохо встроенное аудио. Следующие на очереди NVMe SSD. Тут ситуация близка к количеству ОЗУ в топовых игровых компьютерах. Дескать, SATA и SSD оставьте для решений попроще. В топ только NVMe. И графики на сайтах производителей внушают то же самое. Смотрите, NVMe быстрее SATA аж в пять раз — скорость достигает 3 ГБ в секунду. На деле все становится интереснее, когда вы заходите в спецификации. Там честно пишут, что скорость может быть до 3 ГБ в секунду, то есть и 100 МБ, например. И обычно так и происходит — первые секунд 10-15 записи скорость действительно держится в облаках. Потом быстрый SLC кэш кончается и скорость резко падает до несколько сотен МБ в секунду. И так дальше держится уже долго. Но так происходит только в том случае, если вы пишете один большой файл. А если у вас реальная программа или система, в которой десятки тысяч файлов с весом зачастую всего около сотни килобайт. С ними происходят интересные вещи — реальные скорости чтения и записи таких файлов у NVMe и SATA SSD оказываются очень похожими и на уровне всего несколько десятков МБ в секунду. И при загрузке игр разница между этими двумя типами SSD оказывается от силы в секунду, что абсолютно незаметно. Так что если вы собираете игровой ПК, не гонитесь за NVMe накопителем — он вам абсолютно ничего не даст. Кстати, вы знаете, как выглядит качественный блок питания? Да вот так. Да, никаких красивых коробок, наклеек, РГБ-подсветки и сеточки на проводах. Просто серый брусок выглядит так, как будто он прибыл прямиком из начала нулевых, а на деле это один из самых лучших БП за 6-7 тысяч рублей. К чему мы это? Все красивости стоят денег, и если вы не берете блок питания за десяток тысяч рублей, то следует понимать, что деньги на подсветку и наклеечки пошли не из кармана производителя, он просто сэкономил на компонентах этого БП. И особенно это критично в дешевом сегменте, где экономят просто на всем. Чем это чревато, думаю, объяснять не стоит. А если учесть, что скорее всего блок питания будет запрятан где-то внизу системного блока, а провода с сеточкой будут пролегать за материнской платой и вы их никогда не увидите, возникает вполне логичный вопрос, а зачем за это платить? Поэтому помните, что внешний вид БП абсолютно никак не влияет на его работу и лучшие блоки питания за свои деньги это обычные серые кирпичи, поставляемые зачастую вообще без комплекта. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего прошлого видео мифы о блоках питания. А мы едем дальше. Игровые клавиатуры и мыши – это рай для маркетолога. Купите нашу игровую мышку и побеждайте. Знакомо думаю многим, на практике все очень просто. У игровых мышей, в отличие от офисных, частота опроса USB порта не из 125 Гц, а 500 или даже 1000. Это снижает задержку ввода с 8 миллисекунд до 1 или 2. С учетом того, что задержка до сервера в играх обычно составляет на уровне 50 миллисекунд, это вполне может ощущаться, но очевидно никак не добавит вам мастерства. Также у игровых грызунов обычно более широкий диапазон настройки DPI, что позволяет лучше настроить движение мышки под экран и руку, но опять же не сделает из вас проигрока. С клавиатурами пошли еще дальше. Как вам поддержка одновременного нажатия на все клавиши? Мы так и думали, что у разработчиков больше пальцев, чем у обычных людей. А уж цельная стальная рама, предотвращающая смещение клавиатуры в пылу сражения, просто за гранью добра и зла. Мы-то всегда думали, что за это отвечают резиновые ножки. Про RGB-подсветку, кучу дополнительных кнопок и прочие фишки говорить не приходится. Помогут ли они вам в играх? Да едва ли, разве что макросы назначить. Во всем другом эти игровые приблуды никак не помогут вам нагибать, а стоят клавиатуры с ними зачастую как хорошие четырехъядерные CPU. В итоге, как видите, ради достижения прибыли производители не чураются, не договаривать или вообще обманывать в указании характеристик товаров. Так что заходить на официальные сайты ПК-комплектующих стоит разве что за драйверами. Остальные сведения о них лучше получать из обзоров на профессиональных сайтах. Мы привели всего несколько маркетинговых уловок и обмана покупателей. Свои варианты пишите в комментариях, лучший из них появится в следующем видео и получит 1000 рублей на мороженое. А я с вами прощаюсь, с вами был МК, до скорых встреч.